Алматинским водителям общественного транспорта не дадут уснуть, а следить за их состоянием, предположим, усталости, будет умная система. Ее презентовали несколько дней назад, а сегодня Рашид Ильясов увидел ее в деле. Мой коллега подготовил обзор по реализации транспортной реформы через призму программы развития Алматы до 2020 года. Все под контролем, тотальным контролем. Прежде всего, состояние водителя. Если задремал, то информационная система тут же оповестит об этом диспетчера и начнет будить самого шофера. Специальная камера может определить и степень усталости по сетчатке глаза и мимике лица. Оговариваемся с заказчиками и прописываем функции, то есть скоростной режим, ограничение скоростного режима. Допустим, до 60 ставим, свыше 60 будет оповещать. То есть и диспетчеру, и водителю. Это разработка родом из Англии. Ее тестируют в Алматы. Возможно, скоро она станет частью умного города. Ведь именно по примеру Лондона наш мегаполис стремится создать интеллектуальную транспортную систему без аварий, пробок и коррупции. Всего за три года Алматы завершил рывок в сторону именитого мегаполиса. Сейчас за пассажирами водители не гоняются. Есть диспетчерская служба сопровождения. Она отрабатывает все, полностью диспетчеризация ведется. И в связи с этим водитель сейчас соблюдает только у него соблюдение правил дорожного движения, правил безопасности пассажиров. Технологии позволили контролировать и денежные обороты. Если раньше доходы перевозчиков за год едва превышали 8 миллиардов, то сегодня составляют уже около 24 миллиардов тенге. То есть вывести рынок из тени удалось благодаря транспортной реформе и за счет вырученных денег обновить автобусный парк. В городе функционируют, организованы 118 маршрутов общественного транспорта. Из них 110 это автобусных, 8 троллейбусных маршрутов. Десятненно эти маршруты обслуживают порядка 1600 автобусов. На данный момент за три года обновлено более 1100 автобусов. В этом 19-м текущем году тоже обновление продолжится. Будет запланировано закуп более 588 автобусов. Таким образом, в этом году автобусный парк Алматы обновят на 100%. Все это, конечно, создает комфорт для горожан. А это еще одно направление программы «Алматы-2020. Комфортный город». Картина такая, что 97% оборота, который проходит у нас в сфере общественных перевозок, оно проходит именно по безналичным способам. Теперь, когда мы говорим про безналичный способ, раньше это было просто карта, были деньги. Сегодня у нас появились новые возможности. Это посредством мобильного приложения. Пассажиры могут рассчитаться за проезд с помощью телефона, посмотреть на онлайн-карте, где находится автобус. И этими функциями ежедневно пользуется миллион уникальных пассажиров. Взять только линию БРТ. Здесь пассажиропоток вырос на 40%. Средний месячный годовой 2018 года – это 6 миллионов пассажиров в месяц. То в 2019 году мы уже наблюдаем 10 миллионов ежемесячных пассажиропотоков. Во многом привлекают автобусы своей мобильностью. Планировалось, что в 2020 году средняя скорость общественного транспорта достигнет 25 километров в час. Но этот пункт давно удалось превзойти. Благодаря выделенным полосам скорость движения общественного транспорта уже достигла до этого уровня 25 километров. По линии БРТ она даже составляет больше, чем порядка 30 километров в час. За счет этих поступлений новых автобусов сейчас организовываются новые маршруты, которые связывают город с теми территориями, которые были присоединены к городу. И это только краткий обзор достижений мегаполиса за годы развития по программе «Алматы-2020». Уже в следующем году введут в эксплуатацию две новые станции метро у парка «Фэмили» и на улице Мумышилы. Продолжат строительство линии БРТ по улицам Жильтоксан, Толюби и Восточной объездной дороги. Далее Кульджинский тракт и до нового автовокзала, который возведут около рынка ЖТСУ. И будто апогеи масштабной реформы – начало строительства ЛРТ. Оно также запланировано на следующий год. Рашид Ильясов, Рашид Жукуралиев, Озид Кундакпаев, телеканал «Алматы». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова